Всем привет! С вами Анна Утешева. Сегодня хочу рассказать о книге автора Колин Гуэр «Все твои совершенства». Как написано на книге, это любимый автор пользователей ТикТок. Я, к сожалению, а может быть и к радости, не слежу за современными трендами ТикТока, Инстаграма и прочих непонятных сетей. И просто заинтриговала название «Красивая ненавязчивая обложка» и вопрос «Может ли любовь быть идеальной, если вы далеки от идеала?» Книга рассказывает о браке двух молодых людей, периодически отсылает к прошлому ненавязчиво, чтобы какие-то события настоящего стали понятны или поведение героев. Женаты они не первый год, но у них проблема. Нет детей. Обследуется женщина, выясняется, что у нее там какие-то проблемы со здоровьем, и она попросту не может. Страдает мужчина, потому что у него в прошлом были проблемы с полицией, и из-за этого им не дают ребенка усыновить. Получается, что переживают оба, но каждый скрывает свои эмоции, каждый пытается пережить их как-то по-своему, все больше и больше отдаляясь друг от друга. В основном, конечно, там чудит женщина, но это понятно, нам всем женщинам свойственны какие-то эмоциональные поступки, что-то вроде «сама обиделась, сама придумала», но тем не менее брак постепенно разрушается, и практически все уже сводится к краху. Но почему книга называется «Все твои совершенства»? В момент знакомства героев возникает такая фраза «Если ты прольешь свет на свои недостатки, то все твои совершенства померкнут». Может быть, не точно пересказала, но смысл такой. Главная еще интрига книги, одна из главных – шкатулка. Таинственная шкатулка, которую героиня пытается периодически открыть. Непонятно, что в ней внутри, это открывается только в самом конце. И якобы, что если она открывает эту шкатулку, то все, значит, брак действительно на той стадии, когда невозможно уже продолжать отношения дальше. Не буду рассказывать, чем все закончится, что в шкатулке и так далее. Думаю, эта книга достойна того, чтобы ее прочитали, потому что она интересная. Она открывает, поднимает какие-то вопросы, которые, наверное, есть в каждой семье. Особенно, если у кого-то есть проблемы с детьми, кто не может завести ребенка или испытывает какие-то подобные проблемы. Думаю, очень интересно будет почитать. И в какие-то трудные моменты лучше понимать друг друга и быть ближе, переживая все проблемы вместе, а не так, как герои, нося все в себе. Книга в твердом переплете. Комфортные главы. Не совсем крупный шрифт, но это не страшно. Вот практически каждая глава чередуется. Настоящее прошлое, настоящее прошлое. Я вам покажу даже оглавление. Очень интересно. Мне понравился стиль вот этого повествования, вообще оформления книги. Так что рекомендую к прочтению. Расставаться с ней точно не буду. Будет стоять на моей почетной полке. Как вы знаете, у меня такая есть. Туда попадают все книги, которые достойны того, что их когда-нибудь можно перечитать, а не просто прочитал и забыл. Поэтому однозначно рекомендую. Если уже читали эту книгу, пишите в комментариях свои впечатления, а также советуйте к прочтению что-нибудь интересное. До новых встреч. Пока-пока.